Сегодня впервые такая хорошая погода за последнее время. Мы решили выбраться и снять видео на улочке, на природе, в центре Киева. Просто нужно для Ютуба придумать что-то новое. Все смотрят на ту же Соню Есман, на Елену 864. Мальчики смотрят каких-то обозревателей кино, книжных. И тем не менее оно все повторяется. Очень много ребят пытаются подражать друг другу. Меня очень многие на Ютубе, и не на Ютубе, а в разных социальных сетях спрашивают, стоит ли заводить свой канал на Ютубе. Я считаю, что однозначно стоит, если вас зацепила эта идея, если вы действительно этим заинтересовались, если действительно вы чувствуете, что вы готовы сделать что-то. Очень часто мне пишут, с чего же начать, какое должно быть первое видео, которое вводит вашу публику, ознакомливает остальных людей с вами, чтобы заявить о себе, показать о том, что появился новый блогер. Очень многие стесняются говорить сначала на камеру, там у них с речью проблемы очень многих. Самое главное это начать, определиться, допустим, хотя бы приблизительно с контентом, который у вас будет на вашем канале, и начинать снимать видео. Если вы стесняетесь говорить, то вот я первое свое видео сняла, это был просто Outfit of the Day, показала, что я там ношу. И постепенно начинала. Конечно, с первого раза ни у кого не будет появляться, но действительно, я считаю, что стоит пробовать. В любом случае, если вы попробовали, у вас не получилось, или вы передумали, то никто вас за это не накажет. Проявляйте себя, не стесняйтесь, не будьте заложниками чужого мнения. Очень трудно на улице ходить и снимать влоги, когда огромное количество людей на тебя смотрит и считает, что влог — это какое-то проявление нарциссизма, эгоизма, я не знаю. И, в общем, творите, друзья. Благодаря тому, что я завела свой блог, я смогла познакомиться с очень большим количеством действительно интересных людей. Я познакомилась с блогерами, девочки, привет, с которыми мы обмениваемся какой-то информацией, даем друг другу советы, снимаем совместные видео. Я успела поработать в качестве ведущей на Pink TV. Есть очень много каких-то привилегий, я бы сказала, которые действительно очень приятны в этом творчестве. Я просто обожаю этот процесс, когда ты отснял видео, приходишь домой или уже дома, начинаешь, открываешь свой ноутбук или где-то в кафе сидишь, монтируешь видео. Процесс нарезания этих кусочков, собирания всего в кучу, накладывание музыки, подборы этой музыки — это всё очень интересно, ну, по крайней мере, для меня. И таким образом вы можете на YouTube проявлять абсолютно всё, что вы хотите, своё мнение, показывать, что вы хотите миру. В каждое своё видео я вкладываю буквально частичку своего настроения, своих эмоций. Быть блогером на YouTube — это не просто хобби, это уже практически становится стилем жизни, когда ты везде носишь камеру с собой, думаешь о том, что заряжена твоя батарея или не заряжена, сколько места на карте памяти. Это всё очень нужно внимательно контролировать. Конечно же, в блогинге есть свои минуса, но я не хочу в этом видео о них говорить. Я считаю, что если взвесить негативные, позитивные аспекты блогинга, то, конечно же, чаши с позитивными моментами, конечно, перевесят, потому что это очень классный, интересный опыт. Я очень люблю смотреть новых блогеров на YouTube, очень интересно смотреть, как кто-то вносит что-то своё новое в YouTube. Многие сейчас жалуются, что на YouTube какой-то кризис. Действительно, ничего нового практически не появляется на YouTube. Поэтому, если у вас есть какие-то новые девочки, новые блогеры, которых вы смотрите, оставляйте, конечно же, их ссылки под этим видео. Поделимся друг с дружкой информацией. С вами была Лерочка Каменская. Всем пока и до новых встреч в новых видео.